как работает энергодыхание за счет того что у нас меняются ритмы дыхания и глубина у нас меняется концентрация кислорода в организме если вы начинаете дышать часто то у вас происходит изменение концентрации кислорода углекислого газа но если мы будем дышать в строго определенном ритме и разделим это на несколько частей сначала мы подышим в одном ритме например 45 от дыханий в минуту чуть-чуть быстрее обычного потом сделаем паузу перерыв и потом подышим более быстрым 120 то у вас произойдет изменение состояния сознания и разблокировка энергии в теле снятие стресса снятие психосоматического конфликта то есть если вы подышите в одном ритме и потом во втором это безопасно потому что между ними есть переход и за счет манипуляции этих ритмов в итоге создается эффект умеренной гипоксии умеренная гипоксия это значит контролируемая подача кислорода в клетке в организм мы контролируем поэтому гипоксия умеренная полезна вот мы создаем через дыхание вот этот эффект дальше мозг активирует режим повышенной осознанности то есть это значит что вы после энергодыхания после того как вы сделаете всего лишь практику в 20 минут сознание перейдет в повышенный режим повышенное состояние осознанности это то самое satari состояние беспредельной ясности сознания вот как раз таки мозг он есть обладает этими режимами эти режимы сознания можно запустить через энергодыхание дальше произойдет снижение энергозатрат на всех уровнях подсознание включает экономия энергии то есть все ваши неуверенность сомнения все то что забирает большое количество энергии ваше подсознание выключает то есть сомнения уходят тревожность снижается появляется уверенность во время энергодыхания включаются процессы очищения клеток крови от токсинов и продуктов распада это очень важный момент то есть происходит очищение на клеточном уровне очищение происходит за счет изменения подачи кислорода в организме сначала кислорода мало потом после практики энергодыхания ближайшие пять минут шесть кислорода становится очень много и клетки начинают очищаться это большой так сказать прилив энергии здесь происходит очистка на уровне клеток потому что мы влияем конкретно на все клетки в нашем теле снижается уровень напряжения это общее уровень напряжения снижается сразу же после сеанса напряжение уходит во всем теле и весь организм переходит в состояние расслабления расслабление важно для набора энергии и потом уже вы замечаете что у вас появилась больше эмоциональной энергии больше выдержки эмоциональной вас меньше болтает вас меньше триггерить что-то высвобождается эмоциональная энергия которая была в стадии сжатой пружины то есть есть люди которые очень долго терпят эмоционально они сильно сдавлены понимаете то есть и любое какое-то неверное слово взрывает этого человека такое бывает когда там на работе еще где-то ты не можешь ты долго терпишь и ты готов просто кого-то уничтожить это вот состояние эмоционально сжатой пружины вот после энергодыхания вот эта пружина сжатая пружина и и не становится то есть вы просто нейтрализуете вот этот негативный эмоциональный заряд и дальше у вас пробуждается мощный энергетический потенциал то есть то что я назвал это по сути увеличение общего объема энергии и жизненной силы которая вам нужна уже для реализации ваших целей то есть если вы все это не проходите если у вас не клетки не дышат если не производить чистку очищения на клеточном уровне если не активировать режим повышенной осознанности если вот это все не делать то вас просто не будет энергии для того чтобы решить или осуществить свою мечту все очень просто то есть вот совокупность вот этих факторов как это работает дает вам возможность реализовывать ваше намерение и задачи уже на больших объемах и вы можете брать но такие серьезные цели задачи потому что на каждую серьезную задачу либо цель нужно огромный потенциал энергии я смогу все оставитьYouTube здесь вам SMITH я это и Продолжение следует...